Всем привет из Алании, 21 декабря, сумерки, солнце зашло, сейчас будет темнеть, а пока не потемнело, мы с вами прогуляемся немножко в сторону Айс Парка, справа Грин Гарден, территория отелей, я вам показал там все, что с ней происходит, может быть еще не выставил видео, что-то там половину разваляли, или я что-то не могу ничего понять, что там происходит, в общем, посмотрите, здесь большие-большие поля, вот такие вот, стадион такой. Он находится через реку от меня, огромное футбольное поле, напишите, вы когда отдыхали в Грин Гарден, вы хотя бы ходили вот сюда куда-то гулять, или входили только в сторону туда, набережной буквы, сейчас немножко пройдем здесь. Интересное место такое, люблю вот со стороны Айс Парка, я обычно наоборот иду со стороны Айс Парка, выхожу в обратную сторону к набережной, к буквам. Сейчас вот такой вот маршрут у меня, футбольное поле, одежда футболистов сушится, уже темнеет моментально, сейчас через минут 15, уже полностью темно будет. Поле освещается, возможно, там еще что-то происходит. Футболисты. Одеты в таких одеждах, знаете, таких нетренировочных, такое впечатление, что матч у них тут сегодня был, возможно, даже, я думаю, потому что вот сидит вся команда, вот, либо они всегда так просто одеваются на тренировки тоже, либо тут какой-то матч был сегодня. Крайники у них тут сделаны, как удобно подошел, попил, умылся. Все уже темнеет, уже фокусируется с трудом просто. Тут классный такой райончик, такие домики классные, я их обожаю. Вот они сейчас справа будут, апельсиновая аллейка, вот, по которой мы сейчас идем, сейчас покажу апельсины. И красивые-красивые комплексы, небольшие домики. Кажется, они большие, на самом деле, посчитал, пять этажей все-таки домик, да? Но наши пятиэтажки, конечно, совсем не так выглядят. Вот обожаю эти дома, они вот стильные и красивые, у них вокруг пальмы, апельсины, надо прийти еще днем здесь погулять и поснимать их вам. Очень мне нравится вот этот райончик. И вот эти дома, они турецкие, я не знаю, есть ли там кто-то из иностранцев. Ну, возможно, есть, но как бы дом считается турецкий, но он идеально просто вот настолько здорово сделан, настолько со вкусом. Очень мне нравится. Не такие вот, знаете, все-таки вот какой-то стандарт больше применяется в строительстве даже небольших домов в Алании, да? А эти вот, они как-то темно немножко, вам не видно. Ладно, я потом приду, как-нибудь днем поснимаю и зайду внутрь даже по дворику, сделал отдельное видео про них. Потому что очень они мне нравятся. Давайте уже выйдем в Вайс-парк. Раз мы сюда пришли, я здесь вчера ночью бродил. Сейчас, а сейчас уже, собственно, темно и будет скоро. Зайдем сюда. Балконы красиво сделаны. Здесь вот эта вот территория, которая у меня сразу, но я до сих пор не могу понять, что это, почему так огородили здесь, что это такое. Но в том году было то же самое. То есть она от огорожена такой вот решеткой как бы посреди как бы города. Вот это вот непонятно, что, короче. Тут уже вот кусок снесли. Потому что реально было такое, что идешь вот где-то там вот по парку идешь со стороны второй линии. Потом хлоп, упираешься в забор и все. И дальше пройти невозможно и приходится идти назад. Что это все значит? В том году у зрителей спрашивал, может кто-то знает. Никто мне так и не ответил. То есть либо они от туристов так отгородились, чтобы никто не заходил. Либо я вообще не пойму просто, что это происходит. Сейчас вот немножко уже расковыряли здесь. Пройду по этой запретной зоне даже. Я вообще на ту сторону хочу. Не по этой пройти, а по той. По айс-парку. Сейчас уже потемнеет. Такая вот прозрачная вода сейчас в этой реке. Вам видно, я думаю, полностью прозрачная. А тут вот тоже, вот видите, как непонятно, что это все значит. То есть пролазить через вот эти штуки, чтобы зайти и пройти дальше. Странно это все. И вот это вот дома, которые вечером они освещаются. Обалденно просто. Я вам показывал их много раз тоже уже. Наверное, это мои видео смотрят. Ну и кто здесь был в этом районе, тот понял, о чем я. Все-все-все дома там освещены. Это сразу бросается в глаза, даже когда на автобусе едешь возле набережной. Даже не верится, что могут завтра начаться. Не могут, скорее всего, начнутся дожди, которые будут четыре дня. Единственное, что хочется верить, что они не переставая не будут идти. Что будут все-таки какие-то моменты, когда их не будет. Вот тоже самое по той стороне, как бы по той дорожке тоже самое. Тоже там парки. Ну вот первый раз, я помню, шел-шел по той стороне и вот уперся там в забор. И мне пришлось назад, возвращаться. Потому что прохода просто не было. Поэтому вот очень странно, что это там за ограждения эти все. В айс-парке тишина. Мне вот интересно узнать, что здесь вообще было. Ну то есть, когда он планировался, когда он построился. И почему сейчас ничего не работало. То есть, вот здание кафешек есть. Да, собственно, почему он айс-парк называется. Как-то ж это должно объясняться. Кто давно живет в Алане, напишите, что было в айс-парке. Почему он сейчас не работает. Как бы да, тут все идеально поддерживается. Состояние в идеале, конечно, можно просто прийти погулять. И с детьми, и просто везде лавочки, везде красиво. Но нету в нем тематически того, для чего он был построен. А для чего он был построен, я не знаю. Ну, раз айс-парк, то мне кажется, что-то здесь было связано с какими-то, я не знаю, предположить. Может, ну, ледовые фигуры тут не могли никакие делать все-таки, я думаю. Но что-то айс какой-то в нем был, конечно. Сейчас вот пустынный он в основном всегда. Днем только может выходные. Хотя сегодня выходной. Здесь он несколько малышей катается. На этом специальном городке построенном. И все, люди, мы с вами дошли. Йогурта я не увидел. Тут у меня кот есть йогурт, который называется. Он летом ел очень-очень много йогурта. Мы его тут кормили. У него такая вот специальная площадка. Может, кто-то не знает. Для скейтеров, для роллеров, для велосипедистов, всяких экстремалов. Для всех-всех-всех. Пацаны здесь на роликах, на самокатах. На чем еще. Специальный такой городок целый. И вышли мы на вторую линию. Айс-парк, Алания. Такие здания, кафешек здесь. То есть что-то здесь было. Что-то здесь было. Что здесь было. И как раз до 10 минут, друзья, мы дошли. И вот там вот уже метро. В принципе, можно было бы даже в метро зайти. Уже рядышком со всем оно. И, собственно, Аланиум рядышком. Так, или я гоню, или метро в той стороне еще немножко. Я уже запутался немножко даже. Ну, где-то здесь оно все рядом, короче. И здесь вот начинается район Оба. За моей спиной как бы Алани. А сейчас мы идем еще по Алани. А вот через эту речку начинается район Оба. Речку это вы видите, конечно, и на первой линии, когда вы находитесь. Все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, эта прогулка была интересна. Ну, по крайней мере, тем людям, которые знают эти места, которые здесь ходили. Привет из Алани. Привет из Алани. О, ты!